Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стыкеленбург. Вы смотрите 424 серию. В предыдущей серии в конце, как вы помните, произошло очень неожиданное и грустное событие. У нас умерли Кристалл и Глория. И если к смерти Кристалл я была готова, то к смерти Глории была я не готова, и я хотела предотвратить эту смерть, но, к сожалению, она умерла. После записи серии я долго думала, что же мне делать, почитала еще и ваши комментарии, и все же решила, что воскрешать Глорию мы не будем. Во-первых, это нарушение правил, вот, ну как бы нет, воскрешать Сима можно, но я пока воскрешу его тем способом, который действительно доступен в игре, то есть, либо написать книгу это, или еще там амброзию приготовить, то это будет очень-очень долго, ну, то есть, он не актуален. А воскрешать при помощи кодов в династии нельзя, поэтому я не буду сильно наглеть и не буду нарушать правила. Моя оплошность, мне нужно было заранее дать Глории Зелье Моложения, я совершенно об этом не подумала. Ну, значит, что случилось, то случилось. К сожалению, у меня был немножко другой сюжет. Игра вообще такая вещь, что она любит вмешиваться сама и дает какие-то знаки и меняет сюжет. Так что придется мне его теперь по ходу дела импровизировать и немного изменять. Да, к сожалению, Глория у нас умерла. Да, сидят все Симы грустные, у всех очень плохое настроение, кроме Блура, ну, потому что смерть Блура не настолько впечатлила, смерть Глории и Кристалл не настолько впечатлила его, потому что они не были ему родственниками, но остальные, конечно же, в трауре и в печали. Элли потеряла свою маму, Лукас потерял своего папу, Кен потерял свою дорогую любимую жену, Ивочка потеряла свою бабушку и потеряла свою двоюродную прабабушку. Ну, в общем, конечно, трагическое событие и все наши Симы в плохом настроении. Если Кристалл у нас умерла от старости, то Глория у нас умерла от сердечного приступа, ей стало плохо после разговора с Санай. Но никто, конечно же, об этом не знает. Все думают, что и Глория, и Кристалл умерли, потому что уже возраст пришел. Конечно же, никто не догадывается. Вообще никто не знает, что у Санай и у Глории был разговор. Если вы помните, то Санай пришла к нам домой поздно ночью, и Глория вышла с ней на улицу, и никто этого не видел. Никто не знал, что они разговаривали. Поэтому никто даже догадаться. Естественно, Глория, когда она пришла домой, она не дошла даже. Еще она зашла только на порог, собиралась, наверное, идти на второй этаж и упала прямо перед лестницей. То есть она даже не успела ни с кем поговорить, и, конечно же, никто не знал о их разговоре. То есть секрет этот знает только Санай, почему умерла Глория. Ну, а все остальные думают, что она умерла от того, что она была пожилая. На самом деле она была пожилая, и технически в игре она умерла именно из-за возраста. Но я думаю, что придется нам теперь менять сюжет, и, значит, Санай теперь у нас виновница смерти Глории. Так как, ребята, у нас умерла наследница, Глория была наследницей, то пришло время выбирать нам нового наследника. Глория была у нас наследницей четвертого поколения, значит, теперь вправо у нас вступает пятое поколение, и наследником пятого поколения у нас становится Лукас. Я могла бы выбрать Элли, у меня был выбор между Лукасом и между Элли, но я уже, раз я уже пошла по одной ветке, то я решила не переплетать теть, дядь, и все-таки логичнее всего, что Глория после смерти, наверное, все-таки, ну, наследство свое сыну отдала, чем племяннице. Ну, это как бы нормально. Вот, Элли у нас давно уже унаследовала пекарню, вот, от своего отца, то есть пекарня у нас принадлежит Элли, в дальнейшем будет Иве принадлежать, вот, ну, а дом и цветочный магазин принадлежат у нас Лукасу. Ну, это вообще ни на что не влияет, потому что мы дружная семья, которые живут все вместе, и я не думаю, что они у нас будут делить имущество, хотя Блур не против бы что-то поделить и себе, наверное, что-то взять. В общем, вот такая вот ситуация сложилась, я не думала, что вот придется вот так вот, но, в общем, мы вступаем в следующее поколение, у нас теперь наследник пятого поколения, Локас Текеленбург. Что ж, ребят, ну что ж, наверное, сниму игру с паузы и начнем играть. Да, очень я не ожидала, честно говоря, такого исхода событий, думала я, что будет совсем по-другому, но как есть, как есть, вот они все сидят в трауре грустной, даже Кен, не насмотря на всю его подлость, насколько у него скверный характер, он очень, очень помрачнел, он не ожидал, что Глория может уйти раньше его, и что вот он останется один, ну как один с сыном, конечно, со своим, но он не ожидал, что вот Глория вот так умрет, то есть для него это тоже траур. Вся у нас семья в печали, все грустят, все плачут, потому что действительно такое событие очень печальное. У нас как-то в последнее время в династии после смерти Джареда прям вот нахлынула волна смертей. Сначала Джаред, потом Дуглас трагической смертью, теперь Кристалл и Глория, ну и вслед за ней, конечно же, Кен у нас на очереди, хотя Кен у нас имеет черту характера активной, так что, возможно, он еще недолго будет умирать. Но есть и другая хорошая новость, да, среди всех этих плохих новостей есть одна хорошая, это то, что теперь у нас есть место для ребенка Лукаса, то есть теперь мы можем поселить к нам Санай, вот до этого мы этого сделать не могли, и теперь нас может родить ребенка, и все у нас будет хорошо. Даже, кстати, двойня, если у Санай двойня, то тоже эти дети поместятся к нам домой, правда вот если у Санай тройня, тогда мест, к сожалению, не хватит, но я очень надеюсь, что у Санай не тройня, и вообще мне бы и двойни не хотелось, надеюсь, что у нее все-таки один ребенок. Ну что ж, как мы будем дальше думать, как же быть, там, по-моему, Иве нужно в школу, да, занятие через пять минут, я думаю, что стоит, наверное, ей все-таки отправиться в школу, немного отвлечься, потому что дома она будет целый день плакать, вот у нее очень плохое и грустное настроение, ну и Лукас, конечно же, вот должны сейчас немножко сблизиться с Элли, со своей сестрой, потому что они вдвоем остались в Стыкеленбурге, ну, как бы, да, с самой старшей, ну, как бы, с самой старшей дома, конечно, у нас Кен, но, во-первых, неистинный Стыкеленбург, во-вторых, он преступник, и еще с таким вот скверным характером, что на него, ребята, честно говоря, положиться нельзя, поэтому я думаю, что за старшей у нас дома все равно будет оставаться Элли, она умничка, она молодец, она будет помогать во всем Лукасу, вот Лукас у нас теперь должен призадуматься о том, как ему зарабатывать деньги, потому что раньше основная сумма была у нас от картин, которые продавала Глория, теперь Глория умерла, картины, естественно, рисовать и продавать мы не сможем, поэтому нужно подумать о другом, вот Элли говорит, что теперь, Лукас, нам нужно вот думать о будущем, думать о твоем, о моем, о Ивочке, в общем, Блур будет стараться в пекарне как-то, чтобы дела шли хорошо, а ты вот, Лукас, должен как-то подправить дела в магазине, чтобы, ну, как бы мы не сжили, не знаю, продавая все, чтобы оплатить счета, потому что дом большой, но я думаю, что Лукас и Элли друг другу поймут, и как бы вместе все у них будет хорошо. Ну что, что у нас дальше по сюжету? Давайте, наверное, так, Кристалл приношу свои соболезнования и хочет пообедать Кристалл с Лукасом. Ничего себе. Слушайте, а вот если, интересно, Глория у нас захочет пообедать с Лукасом, она же, наверное, расскажет Лукасу о том, что Сана еще та негодяйка. Мне рассказали, что вы лишились кого-то особого, хочу выразить свои соболезнования. Но если такое произойдет, то это мне придется действительно импровизировать и сюжет создавать прямо на глазах. Потому что я, честно говоря, вот Глорию не хотела, не хотела, чтобы Глория умирала, потому что она очень вписывалась в сюжет Санай. Я совсем все по-другому думала. Санай была должна шантажировать Глорию, но, короче, это уже не важно, потому что того, что я придумала, уже ничего не будет. Так, ну давайте, наверное, Кен тоже у нас пойдет выплакиваться. А он хочет оскорбить сына своего. Наверное, хочет накричать на Лукаса и обвинить его. Хотя, при чем здесь Лукас? Ну, Кену все равно просто хочет выпустить пару. Очень-очень сложно, очень тяжело. И тут, ребята, наш Лукас, ну, он просто вот с Элли поговорил, но легче ему не особо стало, потому что они обсудили дела, и Лукас понял, что ему теперь придется вообще очень сильно напрягаться. А вот что-то у меня зеркало тут висит. Странно. Я думала, что зеркало здесь должно висеть. Я, наверное, случайно его перевесила. Так вот, я бы сейчас хотела, чтобы Лукас у нас отправил грустное сообщение с Санай. Вы знаете, что если грустное сообщение отправлять, ну, или какое-то другое, то Сим, скорее всего, пригласит нас куда-нибудь, чтобы поговорить о его проблеме. В данном случае у нас это грусть. Лукас, похоже, вы сильно грустите. Приходите в гости, я вас приободрю. В общем, сюжет, к сожалению, меняется. Все, что я придумала, теперь уже не актуально, потому что умерла Глория. Но, ребята, будет нечестно, если я вот на читырю и действительно ее воскрешу, потому что, ну, это грубейшее нарушение правил династии. Если бы я и заранее подумала, ну, не догадалась, я вообще, ну, не подумала. Я подумала, я не знаю, чем я думала, ребята, но вышло, что вышло. Надо было, конечно, мне заранее дать Глории выпить зелье омоложения. Даже в голову мне это не пришло, что так может все получиться. Вот, так что теперь сюжет меняется. В общем, Лукас у нас едет в гости к Санай, потому что он в плохом настроении и в последнее время Санай это вот был тот человек, Тасимка, с которым вот он сблизился. Хотя вот с Микой тоже, да, они как бы соседи, друзья. Кстати, с Фелицией нет романтических отношений. Кстати, Фелиция вообще в друзьях у него есть. Господи, он что, ее номер телефона потерял? По-моему, Фелиции даже в друзьях уже нет. Да, видите, настолько быстро очень Симы друг друга забывают. Вот, и Лукас хочет выплакаться с Санай, пожаловаться на проблемы. Вот, рассказать о том, что у него мама умерла. ну, так, а как же нам войти? А, дом, наверное, уже открыт, да, Санай нас уже впустила по типу, да, и Санай говорит, боже мой, Лукас, как я тебе сочувствую, я, я приношу свои соболезнования, так жаль, такая была, горе, прям, молодец, я так восхищалась твоей мамой, я так ее любила, вот, она была такой замечательной художницей, я когда на вас работала, я нарадоваться, насмотреться на нее не могла, такая женщина, боже, я, говорит, поверить, Лукас, не могу, что это случилось, я как раз к тебе домой пришла, хотела с тобой поговорить, и тут увидела, что твоя мама лежит на пороге, я пыталась ей помочь, но было уже Лукас поздно, мне очень-очень жаль, вот, такое рассказывает у нас, в общем, такие вещи у нас рассказывает Санай, давайте, так, что это они не разговаривают уже, что ли, давайте дадим им разговор вместе, я хочу, чтобы они присели на диванчик, так будет лучше, если они будут вместе разговаривать, вот, душевный разговор, если они присядут, они будут стоять где-нибудь посреди улицы, в общем, Санай в шоке, говорит, я Лукас не ожидала, что она была вот вообще такая здоровая, мне казалось, что она еще, знаешь, вот долго проживет, еще, ну, короче, Санай, естественно, ни при чем здесь, она не собирается Лукасу рассказывать о том, что произошло, но она собирается рассказать ему кое-что другое, кстати, я не понимаю, что у нее живота нет, у нее должен быть уже, по идее, живот, что-то вообще странное происходит, но она беременна у нас, сто процентов, потому что, два раза уже, когда она разговаривала, с Лукасом, у нее там высвечивалось погремушки, в общем, подгузники, по-моему, ну, в общем, все дела, так вот, Санай говорит, Лукас, я должна тебе сказать очень-очень важную вещь, Санай у нас грязнуля заморашка, даже посуду не моет, вот что за дворецкий из тебя, если дома пришел парень к тебе, тем более ты его пригласила, могла бы посуду помыть, а у тебя гора грязной посуды, тем более вот на тумбочке в забе лежит, бессовестно это, Санай. Короче, ребята, Санай ему говорит, Лукас, у меня для тебя очень, ну, а Лукас говорит, я не могу, я пойду поплачу, вот, и Санай говорит, ну, плачь, а я тебе кое-что расскажу, так, куда они пошли, у них тут, боже, я даже не знаю ее дома, у них тут несколько комнат, да, еще детская какая-то есть, кстати, вот как раз детская, детская, сейчас как раз намек, наверное, Санай сделает, да, что нам намекать, Санай сейчас скажет Лукасу о том, что она беременная, да, живота еще пока нет, я сама, кстати, удивлена, ну, просто она у нас такая худенькая, наверное, фигура у нее подтянутая, что с животикой не видно, вот, ну, и Санай говорит, Лукас, я, в общем, пойдем присядем, да, пойдем присядем, потому что такое, стоя не рассказывает, в общем, Санай сейчас расскажет Лукасу о том, что она беременная, но она еще скажет о том, что Лукас, ты меня, конечно, извини, но я не первой тебе сообщила, и ты меня прости, я хотела тебе первой сообщить, но потом подумала, что такую новость должна первой узнать моя мама. Но это, ребята, я сейчас импровизирую, потому что приходится менять сюжет. Лукас, я говорила с твоей мамой и рассказала о том, что у нас будет ребенок. В общем, Лукас в шоке, у него челюсть, видите, отвисла немножко о том, что он узнал, что она беременная, вот она ему рассказывает о том, что она беременная. И она говорит, я поговорила с твоей мамой, и Глория, говорит, она меня обняла, поцеловала, сказала, что дочь ты моя, я так рада, что у вас будет ребенок с моим сыном. В общем, она, Лукас, дала благословение на наш брак. Твоя мама была такая счастливая, я в шоке даже, я не знаю, почему она умерла, может быть, от счастья, но она была такая счастливая. Я, конечно, прошу прощения, я должна была тебе первым рассказать об этой счастливой новости, новости, но я настолько уважаю твою мать, что решила сообщить ей первой. В общем, вот такие вот дела. Лукас опять плачет, потому что умерла Глория. Вот, Санай, вообще, фантазерка еще там. В общем, рассказывает она вот такие вещи. Конечно, это я уже сама все придумала. Можно считать на ходу, но не на ходу, а вчера вечером, потому что пришлось мне срочно менять сюжет. Такого вообще быть, ну, я не планировала. Но мне вот чем нравится игра Sims 4 все-таки, что она иногда вот или знаки какие-то дает, или сама все переворачивает, что заставляет сюжет идти по-другому. В общем, Санай говорит Лукасу о том, что она беременна, и что она сообщила об этом Глории, что Глория была очень-очень счастлива и рада, что назвала ее дочкой своей и сказала, что я благословляю с Лукасом ваш брак. И, в общем, говорит, Санай говорит Лукасу, она должна была с нами очень... Что-то, Лукас, видите, он говорит, что-то, Санай, я вообще маму свою не узнаю, что так и прямо сказала, что дочкой тебя назвала, так прямо благословила брак наш. Санай говорит, да, говорит, говорит, будем покупать колокольчики, будем свадьбу устраивать. Она так внука хотела. Она хотела с нами поговорить, обсудить все детали свадьбы. В общем, Лукас немножко в шоке, он говорит, Санай, я, конечно же, тебя не брошу с ребенком, естественно, ты должна теперь к нам переехать, и, ну, вообще, плачет он ему плохо, в общем, все. И горе, и счастье свалилось на Лукаса, и наследство, плюс ко всему, такое вот большое, огромное наследство. Вот, он теперь понимает, что он остался один, ну, не то чтобы один, конечно, у него есть сестра двоюродная, Элли, которая его никогда не бросит, у него есть другие члены семьи, в конце концов, у него есть отец. Да, что немаловажно, какой бы Кен ни был там легкомысленный и негодяй, он его отец, и я думаю, что он все равно будет Лукаса поддерживать. Вот, так как у Санай ничего покушать нормального нет, пришлось есть какие-то уже готовые клопья, готовые овсянку нашему Лукасу, потому что голодненький он у нас. В общем, очень много бед свалилось на нашего Лукаса, а эта серия, наверное, вся будет посвящена Лукасу, потому что, ну, во-первых, он вступает в наследие. Вот, пятое уже, пятое поколение наследник, это пятое поколение наследника, уже родилось у нас шестое, и потом скоро, я чувствую, уже седьмое будет. Конечно, династия растет, несмотря на то, что хоть симы умирают, это грустно, но, с другой стороны, развитие тоже меня очень радует, очень приятно, что династия уже такая большая. Короче говоря, Лукас теперь, конечно же, он в шоке, он вообще не ожидал того, что Санай беременна, и сказать, что он счастлив, я не могу. Он, во-первых, от того, что умерла Глория, он просто пребывает не то, что в шоке, потому что он не ожидал, ну, просто в трауре, я не знаю, в трансе, он ничего не понимает, как эта мама, которая всегда была рядом с ним, его поддерживала, тут просто ее не стало, вот, он этого понять не может. Вот, с другой стороны, тут свалилась Санай с беременностью, он этого вообще не ожидал, я не знаю, планировал, наверное, и не особо-то планировал жениться на Санай, он вообще об этом не думал, и тут, оказывается, Глория, видите, Глукас у нас сам пошел мыть посуду, потому что, видимо, это Санай, она говорит, да ты что, у меня тошнит, у меня токсикоз, я беременная, у меня же даже посуду, а, есть у меня посудомойка, я не могу даже посудомойку загрузить, да, ребят, она думает, погремушки у нее в голове, она беременная, просто почему-то живота не видно. В общем, Глукас помыл ей посуду и говорит, слушай, Санай, переезжай, наверное, к нам, там и дом лучше у нас, и, в общем, будешь, не то, что тут будешь сама, если что, я сразу же, не знаю, скорую вызову, в общем, будешь там под присмотром, сестра у меня, в общем, там и, короче, и зять мой, и племянница, и папа, и все, если что, помогут, так что собирай чемоданчики и давай сегодня вечером переезжай к нам. Санай говорит, ой, Глукас, я так не хотела, я не хочу вас смущать, я вообще не знаю, ты же не... я не хочу, чтобы ты вот как-то насильно женился на мне. И Глукас говорит, да мы пока жениться не будем, мы пока просто поживем вместе. Санай говорит, ну, твоя мама прям благословила, так прям вот заплакала и сказала, что... Короче, я вот прям так счастлива, что вы будете парой, что у вас ребенок родится. Так, в общем, вот такой у нас разговор, наверное, оставим мы... Да, и Глукас говорит, конечно, я тебе обеспечу всем, чем не будешь нуждаться, ты переезжай только, все будет хорошо, я тебе помогу. Ну, конечно, сам Глукас еще у нас немножко в трансе, в печали, давайте, наверное, оставим их в этом доме, пусть они дальше обсуждают детали переезда. Я уже между сериями тогда к Санай в дом кого-нибудь подселю, потому что если сейчас она к нам переедет, то, к сожалению, мне, ну, мебель пропадет из этого дома, поэтому нужно будет нам кого-нибудь туда вселить к ней, чтобы мебель не пропала. Вот такой вот план коварный провернула тут же сообразительная Санай. Она хотела шантажировать Глорию, выудить у нее огромные богатства, очень много денег, хотела, чтобы Глория ей купила дом, квартиру, ну, в общем. Но тут она поняла, что Глория умерла, и она немножко в шоке, потому что давить на Лукаса она тоже боится, потому что Глория, она знала, что она пожилая женщина, что она не выдержит такого, что вот внук у нее вот то, теперь она решила вот сыграть совсем по-другому и путем обмана. Ну, она, на самом деле, беременная, да, тут как бы не все обман, то, что она беременна от Лукаса, это не обман, она, это правда, она уже на первом триместре, хотя уже, мне кажется, должна быть на втором. Давайте, наверное, сразу, ребят, переселим к нам мы с Санай, что-то вот, что-то как-то, давайте уже эту серию завершим с этим делом, управление городами, зайду я и подселю кого-нибудь к Санай, а потом она к нам переедет. Вот, то, что Санай беременна от Лукаса, это правда, вот здесь никакой, никакого обмана нет, но Санай обманула Лукаса тем, что вот Глория, у Глории совсем другая, вы знаете, реакция была. Конечно же, Глория ее не прогнала, Глория просто, что-то она у меня играемая семья, я ей вроде не играла, я ее только переодела, может быть, потому что она беременная от играемого Сима, я, честно говоря, не знаю, ладно, так, нам нужно выбрать какого-нибудь Сима, ну вот, замечательный мужчина, вполне, мне кажется, порядочный, давайте мы в Ази Спрингс, так, местные нам нужны, не играемые, а местные Симы в Ази Спрингс, она, по-моему, проживает, наша Санай, вот, и подселим к ней этого парня, вот, а она переедет к нам, вот, и, как бы, ну, реакция Глории была, конечно же, другой, он, кстати, по-моему, разносчиком пиццы работает, вот, реакция Глории была другой, она просто была в шоке, она не знала, что делать, вот, она не знала, что делать, на самом деле, я думаю, что она вообще шла поговорить с Кристал об этом, потому что некому было поделиться, но Кристал умерла, в общем, ни с кем она не поговорила, и, конечно же, она бы пошла все-таки на поводу у Санай, и выполнила бы все ее требования, Санай бы ее шантажировала, ну, такая была моя задумка, Глория бы сделала все, лишь бы Санай отдала ей внука, вот, но вышло все немножко по-другому, сюжет срочно изменился, давайте мы сейчас к нам подселим Санай, мне очень интересно посмотреть на ее черту характера, на ее жизненные цели, я уже, ребят, забыла, я вот помню, я сама же Санай создавала, ну, как бы, не совсем я сама ее создавала, я ее создавала по образу, который увидела в группе ВКонтакте, вот, потому что не могла я заменить Дворецкого, если вы смотрели эту серию, то помните, вот, так что интересно сейчас будет посмотреть на ее черты характера и на ее жизненную цель, но, по-моему, я вот ей специально выбрала черту жизненную цель, связанную с деньгами, если я не ошибаюсь, потому что, ну, она вот очень, ей даже подходит, вот, смотришь на нее, ну, и по сюжету она у нас такая девушка корыстная, очень, и Лукас говорит, так, подождите, мужика мы подселили к нам? А где мужик? Мужик, ты тут уже? Ты приехал? Слушайте, я надеюсь, что он приехал, вроде бы я их вместе свела, я такая невнимательная, могла, могла мужика и не подселить, ладно, в любом случае, Санай к нам переезжает, уже я выбрала действие переезд, вот, да, мужчина этот, как его звать-то, чего? Шурия? Шаурия, Шурия какая? Шаурия, да, в общем, Шаурия теперь главный в этом доме, пока мы туда кого-нибудь другого не подселим, но вы знаете, что вообще этот дом у нас принадлежал семье Блуру, вот, Блуру, его родителям, Блэр и Виталию, так что, может быть, когда-нибудь кто-то из потомков Блура, хотя потомки Блура, они тоже как бы в Стекелинбурге, я не думаю, что они туда переедут, но, может быть, потомки его сестры, хотя потомки его сестры живут в дворце, я не думаю, что им этот дом будет нужен, но все равно кто-нибудь когда-нибудь туда переедет, вот, так что лучше мебель из дома не продавать. Итак, ребята, мы на месте, и я, честно говоря, немножко в шоке, я не немножко в шоке, я, ребята, в огромнейшем, просто огромнейшем шоке. Она не беременная, она, ну, вы видели, у нее, я вообще не знаю, что это за симка такая, она какая-то, блин, это не симка, это глюк сплошной. Она не беременная, уют, добрая обстановка, надежная связь, общение. Чтоб тебя жрулька съела, иди жрульку покорми, раз пришла уже к нам в дом, то это самое, помогай давай. Так, ребята, у нее там сказочное богатство, я вам говорила уже, мечта жизни и гений она, да, вот это я об этом и говорила, что она не дура, она очень умная, и она, ну, корыстная, практичная, да, скептик, то есть такой персонаж, который всех критикует, всех так недолюбливает, можно сказать, на всех смотрит свысока, вот, гений это потому, что она вот умная, и, ну, она ж вот такое вот закрутила, конечно, она не глупая, вот, ну, и черта характера у нее делец, это от жизненной цели. Ну, ребята, я не могу понять, почему она не беременная. Беременные симки, у них есть мудлет первый триместр, второй триместр, я ничего, ребят, не понимаю, что случилось, неужели она обманула Лукаса, ну, это только можно по сюжету так придумать, что, на самом деле, она и не была беременная, она Лукаса обманула, я, ребята, вообще не понимаю, что происходит, давайте тест на беременность, сделайте тест на беременность, отлично, есть это действие, господи, я уже боялась, что она и правда не беременная, ну, пойдемте, сделаем тест, да что ж такое, вообще симка очень, ребята, очень-очень странная, какая-то вот глючная, может быть, от того, что на дворецкой работала, ну, действительно, все очень-очень странно, потому что было такое, что Лукас не мог ее никуда пригласить. Так, ну, она должна быть, она просто обязана быть беременной, потому что у нее уже много раз были погремушечки, там, памперсы, подгузники, все дела, то есть она просто обязана быть беременной. Если она сейчас не беременная, да, она беременная, фу, слава богу, она беременная, почему, почему этого не было, и получается, у нее только начался первый триместр, да, да, у нее первый триместр, сейчас, и она побежала сразу Лукасу еще раз делиться новостью, ну, в общем, такая запоздавшая на сутки у нее беременность, поздняя. Элли немножко в шоке, Лукас тут пришел, видите, сразу вот отлично симы стали друг с друг дружкой рядом, и Лукас пришел, говорит, Элли, я не один, я пришел с Санай, Санай беременная, у нас будет ребенок, мама благословила наш брак, ну, и папе заодно рассказывает, конечно же, Кену, у Элли сразу глаза по пять копеек, Кен счастлив, говорит, сыночек, что, женишься? Вот говорил я тебе, выбирай того, кого любишь, вот. Вот, у Элли вообще шок, как это Санай здесь будет жить, я вам скажу, что Элли не особо, наверное, и любила Санай, а теперь она вообще в шоке, говорит, как это ты, что ее к нам привел? Ну, в общем, вот такие вот дела. Сегодня вообще я должна была играть другой семьей, но вы знаете, что когда симка беременная, я все-таки больше играю с семьей там, где симка беременная. Ну, в следующей серии, я думаю, все-таки я поиграю с семейкой по линии Маркуши, но больше времени пока буду проводить здесь. Так, Санай, Санай, вы должны сейчас с Элли немножко повздорить. Не то, чтобы повздорить, но я бы хотела, чтобы Элли что-то не очень хорошее ей сказала, чтобы ей такое сказать, внушить поддельное чувство уверенности. Элли, она чувствует, что что-то здесь не так, и она вот говорит, Санай, что-то, Санай, я вообще не узнаю Глорию, тетя Глория не могла так вот тебя, она очень плохие вещи про тебя говорила, она не могла вот так сказать, что ты прям ее дочка, и что благословляет вас на брак, а Санай говорит, да ты что, она как узнала, что я беременная ее внуком, так она сразу и полюбила меня. В общем, Элли и Санай у нас будут немножко, ну, Элли будет ее, может быть, на чистую воду выводить, но Элли сразу что-то заподозрила, она говорит, что очень странно, тетя Глория не могла себя так повести. В общем, у них тут вообще еще траур после смерти Кристалл и Глории, и, конечно же, вообще беременность Санай и вот эта вот ее история, это вообще не кстати, и они просто все немножко в шоке. Ну, а Санай тем временем говорит, ну что ж, я буду, наверное, здесь осваиваться, раз я уже невеста, невеста наследника, то я, конечно, хотела бы ремонт здесь навести, и вообще мне нужно поговорить с дворецкой. Так, давайте, наверное, мы сейчас Санай дадим действие, пусть она... Санай очень такая с дерзким и стервозным характером, вот сейчас как раз ее характер и будет раскрываться. Так, где Бетти? Бедная Бетти, я тебе Бетти сочувствую. Вообще, вы с Бетти были типа коллегами, но Санай уже об этом совсем забыла. Она теперь будет, так, объявить выговор. Сразу Санай пойдет и скажет, что-то ты, Бетти, медленно работаешь, теперь я живу в этом доме, и так как я невеста Лукаса, вообще Лукас ей предложение не делал, но она уже объявляет, что она ждет его ребенка, что она беременна. Она говорит, я научу тебя работать, мне вообще все здесь не нравится. Лукаса, что это Блур готовит, давай-ка иди, наверное, быстро, быстро, не знаю, что там, приготовь еду на всех, давай приготовь еду на меня только, вот мне только приготовь блюдо, и будешь для каждого по одному готовить. В общем, я тебя загоняю, будешь знать, что ты деньги, что, просто так получаешь. В общем, взяла все Санай в свои руки. Я очень рада, что все-таки она оказалась беременной, потому что, если бы она не была беременная, то мне бы пришлось вообще придумывать сюжет, что она это все придумала, ну и тогда бы ребенка не было. Ладно, ребят, вот такая вот серия. Она была сегодня вся посвящена Лукасу, Санай, ну и вообще всей этой семье. Очень-очень жаль мне, что умерла Глория, мне будет ее очень не хватать. Наследница наша, бывшая, наследница четвертого поколения. Я ее очень любила, и я так не ожидала, что она умрет. Если, конечно, я бы знала, что так случится, прошлую бы серию я бы всю посвятила ей. Прошлую серию я посвятила Кристалл, так бы я, наверное, им обеим ее посвятила. Вот все наши наследники. Конни, Лорочка, Лорочка и Шарлотта, Шарлотта и Глория, и Глория и Лукаса. Я надеюсь, что дальше здесь появится снимок Лукаса и его ребенка, который тоже станет наследником. Вот, я считаю, что все-таки наследство должно передаваться от родителя ребенку. Так, она пошла у нас взять порцию. А что, ты ходишь, тебе должна, наверное, Бетти носить все на подносике, да? Ну, в общем-то, она и наведет, я чувствую, в этом доме порядок. Ну, а что будет дальше, вы увидите. Я не буду сейчас все карты раскрывать. Кое-какой сюжет у меня уже теперь, новый сюжет, совершенно новый нарисовался. Придется теперь все делать по-новому, импровизировать и придумывать новый сюжет. То, что я придумала, в нем должна была участвовать Глория, и Санай должна была ее шантажировать. Но Глория, сердце Глории не выдержало вот этого вот хамского отношения. Я просто не знаю, как вот Санай, как вообще вот можно после такого вот жить. То есть, она фактически убила Глорию, она довела ее до такого. Вот, и теперь еще я обманула Лукаса о том, что вообще Глория их благословила. Вот только меня смущает один момент. Если Глория когда-нибудь позвонит Лукасу, такое возможно, призраки могут звонить и пригласит его куда-нибудь. Конечно же, Лукас, я думаю, он не сможет маме отказать, и тогда Глория все расскажет. Ну, или Глория может прийти к нам в качестве привидения, но когда Сима приходит призраками, во-первых, они не сразу приходят, а во-вторых, они, ну, не сразу могут нам попасться на глаза. То есть, Лукас может ее не увидеть, но тогда, я не знаю, даже, наверное, расскажет все, что ли. Ты что делаешь? А, это она Лукасу. Лукасу послала воздушный поцелуй. Лукас тут сидит вообще в шоке от смерти Глории. Что-то минуса у них пошли. Так, я надеюсь, тут не было у нас никаких там... Нет, только с Блором у нее отношения. Что-то заминусились они. Ладненько, ребят. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok